В реестре маршрутов на 2014 год маршрут номер 1К, так же как и в прошлом году, по просьбе администрации и по совместной работе с Министерством транспорта включен как социальный. Но, к сожалению, Министерство транспорта, в отличие от других маршрутов, это межмуниципальных, межсубъектных маршрутов, данный маршрут не финансирует. Поэтому, авиатура вот этого маршрута, как социального, она больше является перспективной. На тот случай, если найдутся желающие, которые будут участвовать в конкурсе, а мы обязаны все равно проводить конкурс, это внутригородской маршрут. И, если такие желающие найдутся, то данное бремя финансирования этого маршрута ляжет, конечно же, на них. В настоящее время, вот на протяжении двух лет мы проводим данные конкурсы. К сожалению, желающих организовывать данный маршрут на тех условиях, которые мы предлагаем, нет. Но это по понятным причинам. К сожалению, пассажиропоток указанного маршрута настолько низкий, что даже тот, кто на сегодняшний день на нем работает, ему он работает практически в убыток. То есть, практически этот автобус ездит, и наполняемость его где-то процентов, может быть, так, 70-80 в утренние часы, час пик, когда дети едут в школу, или кто-то убывает на работу, а в течение дня он едет абсолютно пустой, ну, может быть, 2-3 человека. Можно посчитать, какие расходы ложатся на ту организацию, которая организует данный маршрут. Это и затраты на горючее, это зарплата водителя, это технический осмотр, медицинский осмотр и так далее. Я уже не говорю о ремонту техники. Поэтому на сегодняшний день мы вот упросили Министерство транспорта оставить его в реестре как социальный, поработать все-таки еще раз с перевозчиками, чтобы взяли на себя бремя этих затрат. Но пока, на сегодняшний день, чтобы сохранить данный маршрут как таковой, мы вынуждены привлекать именно коммерческие структуры, которые, как я уже сказал, в общем-то, работают практически в убыток себе. Я еще раз хочу подчеркнуть, что внутри муниципальный маршрут, а первый маршрут является внутри муниципальным, то есть это бремя именно финансирования, к сожалению, ложится на плечи муниципального образования на сегодняшний день. А такой возможности, конечно же, у нас нет. Если другие маршруты, которые являются социальными, вот мы пробили 486-й социальный, сейчас, в настоящее время, решается в стадии решения вопрос, и если это действительно мы добьемся до конца эту работу, то, может быть, в первых числах января уже выйдет 35 маршруты от Одинцовского предприятия, практически все социальные. То есть будет 4 автобуса ездить по маршруту 35, если нам удастся эту задачу до конца решить, как социальные. Но, опять же, так называемые выпадающие доходы, потому что это те расходы, которые ложатся на бремя тех перевозчиков, которые на сегодняшний день берут на себя это дело. Конечно, нельзя сравнивать. Крупное государственное автотранспортное предприятие вполне в состоянии взять на себя данные расходы. У нас таких транспортных предприятий в городе нет. И в органах местного управления нет такой задачи, чтобы организовывать именно какие-то транспортные предприятия для обслуживания населения. Мы создаем условия для организации пассажирских перевозок. Поэтому Министерство транспорта пока не финансирует данный маршрут, а требует, чтобы мы провели необходимый конкурс. А, как я уже сказал, в этом конкурсе из-за малого пассажиропотока отказываются участвовать перевозчики, потому что это абсолютно невыгодный маршрут. Поэтому, чтобы сохранить указанный маршрут, мы его используем как коммерческий, вынуждены обращаться именно к коммерческим перевозчикам, и они на сегодняшний день осуществляют эту работу. Если же в этом году, наступающем в новом году, нам удастся на каких-то, может быть, других началах привлечь для работы внутригородского маршрута крупное какое-то автотранспортное предприятие, такое, как, допустим, Одинцовское ПТП, то тогда, конечно же, он будет работать как социальный, потому что уже в реестре мы пробили, чтобы он был социальным. Но я еще раз подчеркиваю, это перспективная задача. Перспективная. То есть, на бумаге она есть, мы ее добились, теперь необходимо финансирование под данную задачу. Если финансирование удастся нам решить, с финансированием вопроса, и с погашением всех вот этих доходов, а у нас это особенно сложно получается, потому что я уже говорил, что он практически абсолютно убыточный. Если бы, конечно, он был бы с хорошей загрузкой, с хорошим пассажиропотоком, вот, конечно, я думаю, что можно было бы и предпринимателю, или тому перевозчику, который бы организовал этот маршрут, поставить именно эти условия, что он, те, кто имеет право льготы, он пользовался бы льготами. Но раз такой возможности на сегодняшний день нет из-за этих условий, к сожалению, пока он для того, чтобы работал, он будет работать в таком режиме, и по таким тарифам, как сегодня определено. Кстати, тарифы, которые определены там, коммерческий тариф, они именно соответствуют тем тарифам, которые утверждены правительством Московской власти. Все, спасибо. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом, и желаю, чтобы в следующем году все пассажирские перевозки для наших жителей были комфортны и очень выгодны, в первую очередь, для наших жителей города. Спасибо. Продолжение следует...